Приветствую вас, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, с вами на связи Артём Пришков и это Реалити-шоу, мы блогеры и мы меняем мир. И сегодня у нас следующий видеоотчёт, я его сейчас записываю Уже в 16.38, то есть половина рабочего дня уже прошла. Почему не записал с утра? Потому что было очень важное и срочное дело, поэтому в принципе половину дел, которые я уже на сегодня планировал, я сделал. И осталось ещё буквально 2-3 дела, которые нужно завершить именно сегодня. Вот. Планы я, как и говорил уже в предыдущих видео, теперь уже пишу опять каждый день. Вот сегодня я тоже написал эти задачи, вот они у меня находятся на листочке. И я иду к своим целям планомерно и непосредственно со своей скоростью, так скажем. И в комментариях от некоторых участников Реалити-шоу было написано, что данное Реалити-шоу, оно потеряло изюминку и что-то надо с этим делать. На самом деле, данное Реалити-шоу, оно как бы, я изначально не хотел, чтобы там был какой-то изюм, да. То есть, я его делаю для себя. Я просто сам уже не первый раз такие Реалити-шоу устраиваю, и я просто это делаю для себя, чтобы идти к своим задачам, к своим целям. Просто когда вы это говорите для большого количества людей, это приобретает большую ответственность. То есть, вы не хотите лохануться, да, извините за сленг, перед другими, и поэтому вы выполняете свои задачи. Поэтому здесь нет какого-то, не было цели там, чтобы здесь был какой-то изюм, просто каждый, кто захотел идти это вместе со мной, те идут. И из 300 человек, по-моему, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, те, кто хотели начать, начали 18, а теперь осталось всего 3 человека, которые каждый день выполняют какие-то задачи и отчитываются. Если делать такой вывод, то, скорее всего, эти люди, которые делали заявки, что они хотят участвовать, они, скорее всего, хотели просто засветиться у меня здесь на блоге, получить каких-то посетителей на свой сайт халявных. Но они это сделали, значит, не из побуждения того, что они хотят каких-то целей достичь, да, потому что они поставили такие цели, а просто они хотели на халяву пропиариться. Ну и потом они, естественно, сдулись и остались только те люди на данный момент, которые действительно серьезно отнеслись к своим же целям. Вот, поэтому здесь сразу вот как бы это такой индикатор, что почему осталось 3 человека, да, потому что остальные сдулись, да, и они, значит, не хотели по-настоящему идти к своим целям, а просто показуху такую сделали, что хотят. На самом деле у них совсем не было настоящего желания, просто хотели за чужой счет пропиариться. Я думаю, вы со мной согласны, многие согласитесь, кто именно в этой теме понимает, про что я говорю. Ну да ладно, бог с ними, как говорится. Те люди, кто идет, они сами выполняют свои задачи, и просто вот те, кто сейчас смотрит это видео и участвует в реалити-шоу, напишите, вот действительно ли вам это реалити-шоу дало результаты. То есть из-за того, что вам нужно каждый день писать отчеты, сдвинулась ли, как бы ускорилась ли ваша скорость до целей, если это сравнивать с тем, когда вы это делали как бы без планов и без отчетов. Просто интересно ваше мнение. Если говорить про меня, да, это меня есть подстегивает самого, что-то делать каждый день, чтобы перед вами отчитаться, сказать, что вот действительно здесь я сегодня поленился, здесь сегодня я как бы был молодцом. Поэтому, друзья, пишите свои домашние отчеты. С вами был Артем Плюшков, реалити-шоу, мы блогеры и мы меняем мир. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok